Итак, мы подошли к еще одному стенду компании, которая производит и разрабатывает ПО и оборудование по аксиографии. Раньше у них была модель по ультразвуковой технологии Цебрис, а теперь они презентовали аксиограф с четырьмя камерами. Давайте пойдем посмотрим, может, получится потрогать его. Здесь какая-то же презентация происходит. Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотите посмотреть, как это работает? Да, мы очень интересны в этой технологии. Хорошо. Итак, мы оборудовываем оптики, у нас есть камеры, у нас есть сендер. Здесь у нас анимация. Так вот такая вот вилка. С регистрационным материалом силиконовым вносится и фиксируется на верхнюю челюсть. Так, я так понимаю, что она не очень хорошо держится. Ага, нижний маркер крепится на нижние зубы с вестибулярной стороны по всей дуге. Так. 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 Мы можем просто сделать движение, чтобы увидеть, что это хорошо. Видите, что кондилы в цисловой точке? Мы можем найти аксессу. Pardon? Аксессу. Что ты имеешь в виду аксессу? А, ты имеешь в виду кондилы? Да, да, да. У нас есть несколько вариантов, чтобы сделать это. Видите? Видите? Видите, где кондилы могут быть. Аксессу. Три открытия, три протрузии, и кондилы идут в один же путь. И мы рассчитываем, что кондилы. Делается по три движения протрузии, латератрузии, открывания. Подожди, наверное, не понятно, говорю, что латератрузии. Извините. Free movement. Три протрузии. Три открытия. Да. И после... Это кинематический аксесс. То есть проанализировав по три движения, программа создаст нам кинематическую ось вращения, да? Называется так? Да. Это сейчас, да, не работает. Необходимо нажать кнопку. Да. Да. Ну да, пока что только с СИКАДом, система пока закрытая. Ну, разумеется, у них есть возможность экспортовых закат и это, конечно, очень значит важно и очень значительно. У вас есть модели, но не CT. У вас есть маленький? Меньше, да? Меньше фиксация на лаве джа. Меньше? Да, не для полного аршу, а только здесь или здесь. Компактная штука. У нас есть только такой вариант. Да, если он хочет что-то сделать, это ваш выбор. Представляете, здесь можно их обрезать. Ну да, и для того, чтобы фиксировано было плотно. Вот эта вот длина, она значительная? Эта длина важна? Да. 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 Потому что камеры... Да. Потому что вы понимаете из геометрии. Да. Мы знаем конкретные длины, поэтому мы можем определить инсизальную точку. Это необходимо для наобхождения антицизальной точки и просчета дальнейших всех движений. Вы можете использовать этот инструмент как фейсбол? Мы можем... Ну да. Можно использовать этот инструмент как фейсбол? Для франкфурта плана или кемпера плана? Чтобы найти позицию Аперджоа и поставить его в экзо-кад. Да, да, да. Как это работает? Да, да, да. Да, да, да. Если вы входите на точку с т-поинтером, вы найдете кинематический аксесс, и вы можете транспортить все данные. Может, мы просто закончим это, и я вам покажу. Хорошо, хорошо. Сейчас мы здесь закончим, и он продолжит показывать нам. Я попробую. А что такое? Интересная анимация. Что это? Это был наш движение после того, чтобы не было. А, так что мы двигались до этого. Поэтому это не было на левую левую левую. Теперь мы делаем левую левую левую. Потом мы делаем левую левую левую. Потом мы делаем протрусию. И мы делаем открытку. И еще одна вопрос. Если устройство движется на голову пациента, будет ли значение изменится? Если оно изменится во время теста, то нужно повторить все тесты. Это референция. Ну да, если у нас каким-то образом смещается туга, то нам нужно заново записать, так как это все будет нарушено. При просчете. А, вот такая у нас информация здесь появляется. У вас есть русский язык? Это возможно, да. Но я не уверена. Я не уверена, но я думаю, что это возможно. Я не уверена, но я не уверена. Это есть XML. Да-да-да, понимаем. Только EXACAT? Да. Только EXACAT? На самом деле сейчас программа EXACAT максимально открытая для различных девайсов. Ага, вот и гирба. Так что мы должны выбрать артикулятор. Да. А, про АТАР, САМ и СТРАТОС. Забавно, ведь СТАТОС нет в экзакаде. Ну ладно. Да. У меня есть вот такая информация, и как поставить… У нас есть вопрос, как можно поставить модели в физический артикулятор после анализа? Он говорит, что есть возможность записывать модели после такого анализа. Интересно, конечно, выглядит Ага, и вот такой вот гипсовочный столик Что важно, надо ехать в любое положение Да, то есть здесь есть сетка координат Очень интересное решение Это реально интересная вещь, потому что Здесь вот есть винты, которые нужно подкрутить Это магнитное, вы положите их на маунте, а потом положите свой модель Но это легко? Да, надо смотреть А вот этот не очень хорошо, посмотрите Малейшее касание, если мы даже будем закрывать артикулятор, возможно какое-то смещение Окей Ну и три артикулятора, четыре Протар САМ Амангирбах И Стратос Опять-таки Стратос у нас нет Цифрового варианта для экзакада Только есть для цирканца и для три шейфа Сейчас мы сейчас спросим про настройки для артикулятора Насколько возможно настроить артикулятор в данной максимографии Мы можем закрывать артикулятор, используя этот устройство? Для ESS Бернет-энгл Да Да Это 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 Кондилер-энгл Да Все, мы все получаем здесь значение Green is the normal? Нет Нет Левая Ага А что значит эта красота? Это 28.1 градусов Для Кондилер-энглена на левом Какая часть движения используются, чтобы найти этот движение? Тааа Одна компания решит ее название Немного другая Вы можете выбрать Дистанцию Мы можем выбрать дистанцию движения Ты видишь это? Видишь, почему? Видишь, он рисует, где он брал угол. Видишь, он рисует, где он брал угол. Вот, как Аман Гирмахт определяет седжитал-кондаль инклинацию. Да? Хорошо. Хорошо? И для другой компании это выглядит разнообразно. Да, разумеется, для других артикуляторов будет немного другой просчет. И пересчет плоскости. Аман Гирмахт Еще одна вопрос. Если мы не имеем СБЦТ, мы делаем это анализ. Какая машина будет использована для поставки в артикулятор? Мой номер это Франкфурт или Орисонт? Да, Франкфурт или Кемпер. Я думаю, Франкфурт. Франкфурт? Но мы не имеем СБЦТ? Нет. А, ладно. Ну, понятно, да, я не смогу задать на этот вопрос. Вы можете перейти на трагус с динами. Угу. 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 Окей, еще какие-то вопросы. Да, пока надо. Спасибо. Спасибо большое. Это замечательное устройство. Окей. Удачи. 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 Вот так вот. Немножко, мне кажется, напрягли их вопросами. Ну, они не совмещаются с КТ, они рисуют точки. Пока что непонятно относительно чего. Я думаю, что просто совсем тот специалист, который может ответить на все наши вопросы. К сожалению, у остальных все были заняты. Ну, все равно интересно, на самом деле. Но, опять же, как только вы сдвигаете дубу, которая фиксируется только сверху, никак не сзади, больше никак, вам необходимо перерегистрироваться с данными. Это во время исследования очень может быть. Мы уже привыкли к аксиографу муросистома, который никак не привязан к положению на голове. Поэтому это вызывает у нас некий такой... Потому что немного смущает надеть четырех камер. Для чего их столько? А вилка, она ниже через массивное. На верхнюю, ну, ладно, это допустимо. Это традиционная пароклюзионная дуга, которая крепится и в ВГМе, и в САЭМе. И не во всех видах прикуса возможно ее использовать, если у пациента есть брекет. А брекет это тоже нельзя делать, потому что просто у вас нигде огромное трудно себя снять. Ну, в общем, что хочется сказать. Как Евгений Рощин говорил, все переходят на оптику, и сейчас будет происходить все больше и больше решений. Но очень радует то, что наши врачи, наши разработчики в этом направлении сейчас лучше всех. Будем продолжать, пока лучше найти моджу, посмотреть, что могут французы нам показать. И, конечно, расскажем вам. Всем пока!